Привет, просветители! Не знаю, по каким книгам учились вы в первом классе, но вот я отлично помню свою азбуку. Абрикос, арбуз, айва – очень сладкие слова и все на букву А. А еще Остапов. В 2023 году фрукты и ягоды в России, похоже, уже не особо популярны. Встречайте, азбука о важном. Армия – щит страны и наша гордость. Интересно, омолчание к дискредитации приписать можно? Ах, как здорово быть русским, армию свою любить, а она нас защищает, сон и жизнь оберегает. Нет, я ни в коем случае не ставлю под сомнение великое счастье быть русским. Я как немец даже завидую, честно-честно. Но что произошло с Россия – многонациональное государство. Названия методичек меняются, разговоры о важном, азбука о важном, одна и та же фигня. Все из одной бочки. Но авторы, похоже, просто физически не могут употребить слово «россиянин». Уважаемые товарищи, Россия – многонациональная страна. Смиритесь уже. Это просто замечательно, что вы в восторге, что вы русские. Я русский! Мы все за вас, как и за шамана, очень рады. Ватрушки выдают в соседней комнате. Но это точно та информация, которую просто необходимо вбить в голову первоклашке. Или на какой-то возраст книги рассчитано. Гордись тем, на что ты вообще никакого влияния не имел. Не своими достижениями и поступками, личностными характеристиками. Ну, знаете, эти ужасные учебники 90-х. Помощь, доброта, ум, старательность. Я русский! И это круто! И первоклашки в Бурятии. Кулстори, бро. Кулстори. Раз в год в доме происходил великий переполох, когда заранее объявлялся день приезда дедушки Василия Петровича. Конечно, к этому дню выпаивался теленок на славу. Добывалась дичина и свежая рыба. Так как буфетчик Павел был в то же время и кондитер, то к назначенному дню появлялись различные торты и печенья. Афанасий Фет так вкусно описывает еду, что я уже подумал, сами знаете о ком. Конечно же, о наших друзьях из доставки еды Фудбенд. Сами готовят и доставляют еду круглосуточно. По промокоду ОСТАПОВ вы получите большую скидку на все заказы и любые блюда. Работает многократно, хоть каждый день. И тортики от кондитера, как и у Фета, там тоже есть в отдельном разделе. Доставляют по всей Москве. Вообще, меню Фудбенд вам поможет и на каждый день, и по торжественным поводам. Если приезжают гости, на этот случай есть пицца прямо из печи с разными начинками. Классическая или оригинальные варианты от бренд-шефа. Если хочется рыбы, берем большие сеты роллов чисто для себя или на большую компанию. А модникам, зожникам, ты и всем остальным на самом деле подойдут сытные покеболы Фудбенд с лососем, креветками и другой вкуснятиной. А еще в меню много горячих и сытных блюд со сковородки, вроде говядины с лапшой удон. Берите хоть все, ведь чем больше заказ, тем больше скидка. В качестве главного блюда рекомендую пиццу Фудбенд с пармской ветчиной, руколой и пармезаном. И звучит-то красиво, но и я ее пробовал в свое время. А вот, кстати, эти самые десерты. Тут тебе и чизкейки, и торты, и банановые роллы. Кстати, для зрителей-бизнесменов у Фудбенд есть франшиза. Компания поможет с открытием пиццерии и доставки, если есть такая мечта. Подробнее ниже в описании. Ну а если просто уже хотите поесть, пишем при заказе Фудбенд промокод ОСТАПОВ и получаем скидку. Все по ссылке ниже. Приятного аппетита! Напечатан пилотный выпуск проекта «Азбука о важном». Он создается интерактивно. Участвуют в его написании и магаданцы. Это небольшое издание для подрастающего поколения поможет воспитать патриотическое, а не потребительское отношение к жизни. Книгу, которая станет итогом нашей общей работы, дополнят интерактивными творческими заданиями, раскрасками и иллюстрациями, заявил Сергей Носов, губернатор Магаданской области. Не хочется никого расстраивать. Мы здесь, в принципе, на этом канале никогда ничем подобным не занимаемся. Сплошной позитив. Но итог, как и работа, оказались не особо качественными, на мой взгляд. Но опять же, что я-то знаю? Про милитаризацию даже не заикаюсь. Это всего лишь очередное учебное пособие с ошибками. Ну, первоклашки все равно, скорее всего, не заметят. Составители вон тоже не обратили внимания. Братство. Братство – это взаимовыручка, ощущение единства, родственная связь, крепкий союз, дружба и семья. Своих не бросаем. Это круто, что вы своих не бросаете. Но тире-то зачем бросили? Что оно вам сделало? Что? Братство – это подлежащее, подчеркиваем одной чертой, подлежащее выражено именем существительным. Что говорится о братстве? Что это? Взаимовыручка, ощущение, связь, союз, дружба и семья. Это все сказуемые. Подчеркиваем мы их двумя чертами, и они тоже выражены именами существительными. А если и подлежащее, и сказуемое выражено существительными, то мы должны поставить между ними тире. Пятый класс, первая четверть. Всем спасибо. Русский язык со стоповым. Вера. Вера в себя, в будущее, в страну. Вера создает и развивает силу духа. Да, понятие веры – это именно то, что нужно донести до детей, которые только начинают учиться читать. Какие уж тут волки, вороны и верблюды. Вера, ты одна осталась у меня. Так, о песне Меладзе, похоже, сейчас тоже лучше не петь. Салют, вера. Вот о вере дети узнают в первом классе. О том, что Россия – светское государство, похоже, гораздо-гораздо позже. Но это нормально. Герой. Человек, совершивший самопожертвование ради других. Каждый воин – он герой. Он идет сегодня в бой. За свободу, за Россию. Пусть Господь придаст им силы. Напоминаю, светское государство. Просто такая заметочка на полях. Российский. Буква и краткая говорит о принадлежности к России. Кому она что-то говорит? Мы с гордостью говорим, что эта вещь сделана или изобретена в России. Российский – значит наш, значит моя частичка в нем. Это слово незаметно с нами. Российский паспорт, российский характер, российский человек. Но здорово быть именно русским. Не перепутайте перваки. Хотя справедливости ради все же стоит отметить, тот факт, что авторы вспомнили, что существует слово «россиянин», уже огромный плюс. Лайкосик от меня. Как вы думаете, что можно было бы придумать на букву «Е»? Правильно, еди... Нет, не единая Россия. Единение российского народа. Сплоченность и сохранение духовных многонациональных традиций и ценностей. Когда мы едины, мы непобедимы. Вы думали, в азбуке обойдутся без традиционных ценностей? Ха! Линия жизни. Цель жизни – новый путь в лучшее будущее. Возможность изменений на пути воина. Самостоятельно вперед. Новый взгляд на судьбу страны. А без пути воина детей никак нельзя воспитывать. Ну, знаете, там, добро, мир, животные, фрукты, сказки. Ну, мое детство. Не. Только путь воина. Я просто спросил. Я не против. Я вообще за все позитивный против всего плохого. Похоже, цитат из пабликов ВК на каждую букву не хватило. Поэтому авторам пришлось повторяться. Народ. Все те, кто живет рядом с нами в России. Соседи, друзья, единство. Когда мы едины, мы непобедимы. Школа. Школа – это не только знание, но и становление личности, начало большого пути. Это фундамент. Школа – добрый, светлый дом. Знания получаем в нем. Учимся любить, дружить, честно родине служить. С последним утверждением глупо спорить. Не уверен, что подобная азбука научит читать. Но вот патриота, скорее всего, точно воспитает. Наверное. Но это не точно. Ну и опять же. Что? Школа. Это подлежащее. Подчеркиваем одной чертой. Подлежащее выражено именем существительным. Что говорится о школе? Что школа – это дом. Это сказуемое. Подчеркиваем двумя чертами. Наша сказуемое тоже выражено именем существительным. А если и подлежащее сказуемое выражено существительными, то мы должны поставить тире. Какую в азбуку решили печатать? Вы даже тире между подлежащим и сказуемым поставить не можете. И так сойдет. Согласен. Зато про армию, единство и традиционные ценности не забыли вспомнить. А вот тире поставить – это… Это мелочи. Твердый знак. Кремень. Сила духа, надежность и упертость. Гвозди бы делать из этих людей. Забавно, но ни одного слова с этим самым твердым знаком на этой странице решили не использовать. Правильно, зачем? Это всего лишь азбука. Мы тут смысл передаем. Юр, прости. Мы все… Мягкий знак. Мягкая сила. Достижение целей без насилия. Соединение силы и духовности. Это поэтому половина букв в этой азбуке объясняется через слова, связанные с насилием и военными действиями. Ну и опять же, ни одного слова с мягким знаком. Мой внутренний филолог – восторги. В восторге от этого дальневосточного творчества остались и некоторые товарищи, чьи отзывы размещены на официальном сайте проекта. То, что система работы с людьми в дальневосточном федеральном округе выстроена эффективно, доказывает социология. Здесь уровень поддержки СВО выше, чем по России в среднем. Да и акций протеста уже давно нет, тем более таких, в которые вовлечена шкалота. Официальный сайт азбуки и слово «шкалота». Не перестаю восхищаться. То, что мы сегодня с вами разобрали – это дальневосточный вариант азбуки о важном. В создании всероссийской азбуки предлагают поучаствовать всем желающим. Но что-то мне подсказывает, что итоговый вариант будет мало чем отличаться. Ну, может быть, на букву «П» фото «президент» поставят. Напишите в комментариях, какое бы вы слово в подобную азбуку включили. Слово «кринж» уже занято. Похоже, что место главного «борцуна» с проклятой настраничной тоже занято. Помните мой прошлогодний ролик о предложении убрать уроки английского языка? Еще не все политики знают, и поэтому продолжают выходить с громкими заявлениями к микрофону. Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил уходить от прозападного вектора в системе образования и исключить английский язык из перечня обязательных предметов в школах. Не опять, а снова, как говорится. Он обратил внимание, что при наличии английского языка в перечне обязательных предметов в образовательных учреждениях с трудом нашлось время для начальной военной подготовки, а такие предметы, как астрономия и черчение, были забыты на сломе перехода в системе образования. Нет, ну если выбирать между военной подготовкой и английским, то тут, конечно, ответ очевиден. А наличие в программе основ православной культуры, разговоров о важном, депутата не беспокоит? Вот вам и часы на астрономию с черчением. Но нет, только за счет иностранного языка. Удивительно, но в Советском Союзе время находили и на немецкий, и на черчение, и на астрономию. Не знаю даже как. Депутат выразил недовольство тем, что мы с самого детства обращаем взор детей на Запад. Он обратил внимание, что в образовательных программах США или Великобритании нет обязательного русского языка. Интересно, почему? Ведь русский язык самый популярный язык в мире. Ну какой еще американцам изучать? Кто-нибудь сможет объяснить депутату, почему в Техасе или Флориде испанский изучают? Ну и что, что на испанском говорят больше? И на английском говорят в разы больше людей, чем на русском. Русский центровой. Азбуку о важном почитайте. Да, английский официальный язык для 59 стран. Испанский для 20. А русский для целых 4. Павел, ты просто не патриот. Естественно, меня на азбуке с арбузами воспитывали. Представляете, выходишь на трибуну, открываешь рот, демонстрируешь, что вообще не понимаешь, о чем говоришь, и тебе за это еще и деньги платят. И это я даже не себя описал. Вообще, я, конечно, с депутатом согласен. Английский давно пора отменить. Его должны знать только дети чиновников. А остальным хватит и песен шамана с азбукой. Ранее Султан Хамзаев предлагал запретить Российской Федерации отдельные аниме-сериалы и игры, вести уголовную ответственность за оскорбление героев России, а также чипировать чиновников, любителей мировых курортов. Но и на агенты, непонятно за что получающие деньги, сами знаете кто. С другой стороны, с точки зрения школьника, подобные депутатские инициативы только плюс. Судите сами. Слушаешь этот поток сознания и понимаешь, депутатом может стать каждый. Никакие знания для этого не нужны. Я бы даже сказал лишнее. И сразу же вера в себя. Ап, ап, господи, куда мы катимся? Минутка саморекламы и благодарности. Во-первых, огромное спасибо моим потрясающим бустерам, которые поддерживают выход новых роликов. Имена самых крутых товарищей сейчас на экране. А во-вторых, хочу сказать, что на Бусти только что вышел эксклюзивный ролик. Мой первый влог. Осваиваем новые жанры. Если интересно посмотреть на красоты Кыргызстана и на меня в другом качестве, переходите по ссылке в описании на Бусти. История с видео о настольных играх показала, что эксперименты с контентом на основном канале – это не самая лучшая идея. Поэтому за чем-то необычным на Бусти 99 рублей. Но опять же, может быть, вы просто хотите поддержать меня. Спасибо. И, кстати, именно на Бусти есть полный обзор азбуки о важном. На последнем стриме мы рассмотрели вот буквально каждую буковку этого шедевра. Поэтому тоже можете зайти и оценить уровень кринжатинки. Я буду рад. Если вам понравилось это видео, то обязательно поддержите его лайком, так оно наберет больше просмотров. Кроме того, не забывайте подписываться на мой телеграм. Там интересно и все новости образования появляются гораздо быстрее. Про Бусти я уже сегодня рассказал. Ну а я встречусь с вами уже на следующей неделе в понедельник в 17.00 по Москве в моем новом видео. Всем хорошего дня и до встречи.